ТОБОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ТОБОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ТОБОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ ТОБОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ Всего мы ждем, что будет выполнено 27 028 упражнений. Все получат как раз в память георгиевскую ленту. В день празднования 74-й годовщины Победы на Красной площади организаторы воссоздадут атмосферу военного времени. Главное, чтобы в этот радостный день не остался без внимания ни один защитник Родины. Напомним, в настоящее время в Тобольске проживают чуть более 600 человек, которые помнят фронтовое время. Из них 25 участников Великой Отечественной войны. В мае россиянам предстоят длинные выходные. Правительство России утвердило в общей сложности 9 дней отдыха. С 1 по 5 мая, а также с 9 по 12. Некоторые таблики начали бронировать туры еще зимой. У взрослых востребован Тунис, Кипр, Кавказ и города Крыма. У школьников популярны групповые поездки в Казань и Санкт-Петербург. Накануне коллеги из областного центра ознакомили местных туроператоров с достопримечательностями и гостиничным фондом туристских центров. Майские праздники пользуются популярностью Сочи. На 3-4 дня это есть вылет прямой из Тюмени, а также Турция. Больший запрос идет на недельный отдых в майские праздники. Потому что хочется вернуться именно к 12 числу мая. Средняя стоимость 60-70 тысяч рублей на двоих. Их питание все включено. Немало заявок на прием туристов получили и тобольские турфирмы. Приехать на майские праздники в древнюю столицу Сибири намерены тюменцы, а также жители северных округов и малых городов Урала. Второй раз в Тобольске проходит молодежный форум «Новый взгляд». На нем собрались лидеры общественных объединений и сообща генерируют идеи по обустройству жизни в нашем городе. Что нового придумали талантливые земляки, расскажет Анастасия Плюснина. Будет здорово, если в нашем городе будет больше места для уличных музыкантов. Взглянуть на город по-новому, взглядом молодежи. Такую цель ставят организаторы форума. В мультицентре «Моя территория» собралась активная творческая молодежь. Лидеры общественных объединений, волонтеры, предприниматели, студенты, школьники учились создавать проекты и генерировать собственные идеи. На реализацию самых актуальных здесь можно получить грант. Более долгосрочный следующий этап результатов – это вовлечение других подростков, своих друзей, соседей в реализацию тех проектов, которые получат сегодня грант на реализацию. Ну и для нас, непосредственно для экспертов, тоже был определенный результат. Мы познакомились с молодежью, с некоторыми активистами, которых можем интегрировать в свои проекты и предлагать реализовываться через них. На суд экспертов представили 12 социальных проектов, направленных на благоустройство города, сохранение экологии, нравственно-патриотическое воспитание молодежи, на развитие добровольческого движения и бизнеса. Андрей Поздерин предложил сделать парк развлечений в стиле сказки «Ершова, конек, горбунок». Развлекательная площадка, что-то типа Диснейленда, так как туристы, приезжающие в город, они зачастую наблюдают этот город как историческую ценность для всей страны в целом. Но и хотелось бы действительно привлекать туристов и, в принципе, жителей города с какой-то другой стороны, более развлекательной. А Ярослав Киселев в свой проект планирует привлечь табаляков от самых маленьких школьников до представителей власти. Ведь проблема, которую рассматривает он, в своей работе общая. Мы хотим создать экологические скворечники для птиц, красиво их украсить, в некоторые экспериментально внедрить веб-камеру, чтобы жители города и туристы могли наблюдать за жизнью птиц. Город развивается, инфраструктура развивается, и лесонаслаждения из города уходят, и птицы, соответственно, тоже. Арт-скворечник стал одним из шести проектов, которые получат финансовую поддержку. Администрации города на реализацию молодежных идей выделено 200 тысяч рублей. Анастасия Плеснина, Михаил Курич, Котобольское время. На территории школы в 15-м микрорайоне построят спортивный комплекс. Проект утвержден, контракт с подрядной организацией уже заключен. На ближайшее время начнутся работы. Спорткомплекс будет соединен с образовательным учреждением «Теплым переходом». Пользоваться спортзалами смогут не только школьники, но и жители микрорайона. Для них будет отдельный вход в здание. Это будет два больших спортивных зала, на которых будут располагаться две площадки для мини-футбола. Ну, конечно же, можно будет заниматься и волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Поэтому это будет большой спортивный комплекс, конечно же, со вспомогательными административными помещениями. Напомню, новая школа и детский сад откроют свои двери для детей в декабре 2019 года. Возведение стен двух зданий практически завершено. В ближайшее время строители приступят к работам на кровле. Традиционный городской субботник будет перенесен на 6 мая. Такое решение принято из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков. Ранее он был запланирован на 26 апреля. За предприятиями и организациями закреплены территории с целью уборки случайного мусора. С 6 мая будут бесплатно принимать отходы от организации Тобольска по пропускам установленного образца. Накануне глава региона Александр Мор, поздравляя коллег с Днем местного самоуправления, подчеркнул особую роль чиновников в развитии территорий. Создание современной инфраструктуры муниципалитетов, укрепление малого бизнеса, обеспечение благоустройства и эффективной работы ЖКХ. И в администрации Тобольска в честь профессионального праздника чествовали людей, от которых зависит настроение жителей города. Среди тех, кто получил благодарность за труд, руководитель администрации поселка Сумкино Борис Лютов. 22 года на одном месте он вместе с ветеранами и Советом общественности решает насущные проблемы местных жителей. Мы понимаем, что это служба людям, народу, своим жителям. Готовимся, естественно, встретить 74-ю годовщину. Это главное. В настоящее время проходят мероприятия. Вот в этот месяц закончилась Спартак и Ада сейчас. Готовимся к концерту, шествию, митингу. Публичные люди, они осознают, что призваны служить землякам примером. Многие пропагандируют здоровый образ жизни. Ежегодно участвуют в спартакеаде служащих. В этом году заместитель главы города Юрий Бавакин отличился в шахматах. Его заместитель Татьяна Немцова в пулевой стрельбе. Первое место по плаванию заняла Алла Ларионова. Близится финальный аккорд городского конкурса «Краса Тобольска-2019». Позади полтора месяца тренировок, дефиле, уроков актерского мастерства и танцев. Сегодня финалистки уже примеряют наряды. Большой ажиотаж не только среди участников, но и у поклонников красоты. Для них большая удача попасть на финал. Билеты пока есть, но организаторы просят поторопиться. Наталья Китова подробнее. Ну вот если на полупальце поднимешься, то длина не в пол, то есть оно облегченное получается. Облегчаем немножко это все. Подготовка к финалу идет полным ходом. По шеф-платье в самом разгаре. Сегодня на примерке Юлия Черная. Девушка не просто наблюдает и примеряет, но и сама участвует в процессе создания наряда для красной дорожки. Мне довелось немножко попринимать участие. Доверили мне создание складок на юбке. Это очень увлекательно. И безусловно мне очень нравится цвет, потому что у меня зеленые глаза и мне цвет в принципе этот подходит. Но пока платье не завершено, поэтому конечный результат пока еще не интересен. Но в принципе образ мне очень нравится. Девушкам за вечер предстоит сменить четыре наряда. Маленькое черное платье, спецодежда и роликовые коньки, спортивный образ. А завершить череду костюмов, фееричный выход на красную дорожку в стилизованном платье 50-х годов. Тафта, бархат, стрейч, велюр и органза. В ход идут и винтажные платья родственников. Как вы видите, да, это рука. Это... одна из моих девочек принесла бабушке на платье. Вот это платье было середины прошлого века. Как раз с того времени. Вот это бархат середины 20-го века. И вот мы его используем в наших костюмах. То есть у нас не просто ретро платье, у нас даже используются винтажные материалы. До финала считанные дни, а значит многочасовые ежедневные репетиции у конкурсантов дело привычное. Каждой девушке хочется получить титул главной городской красавицы. Поэтому нервы на пределе. Периодами накаливается, но это не связано с какими-то конфликтами, с ситуациями. Это скорее связано с усталостью уже. Самых стойких и красивых ждут изготовленные на заказ короны и дизайнерские кольца. Их для девушек изготовил ювелир Анатолий Литвинов. Кольцо главной победительницы украшено бриллиантами и выполнено из золота. Так же как кольцо девушки, которое займет второе место. Оно тоже золотое, но уже не с бриллиантами, а просто с драгоценными камнями. Кольцо за третье место серебряное с бриллиантом. Не останутся без подарка и остальные девять девушек. Для них уже готовы серебряные авторские кольца с драгоценными камнями. Узнать имя победительницы конкурса «Краса Тобольска-2019» можно в эту субботу в ДК «Синдес». А телеверсия конкурса выйдет в эфир на телеканале «Тобольское время» 4 мая. Анастасия Плюснина, Наталья Китова, Рустам Рузеев. «Тобольское время». Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах «Тобольского времени» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Т плюс В. 25 апреля в Тобольске облачно с прояснениями. Днем плюс 3,5. Ночью 2,4 градуса ниже нуля. Ветер северный 6 метров в секунду. Возможно небольшие осадки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова